Позвольте мне победить, но если я не смогу победить, позвольте мне осмелиться на это. Так звучит девиз специальной олимпиады. Она обеспечивает круглогодичную спортивную подготовку и соревнования по различным видам спорта олимпийского типа для детей и взрослых с ограниченными интеллектуальными возможностями. В городском округе Щелково спортивной школе по адаптивным видам спорта «Спартанец» начали развивать это направление еще в 2004 году. С тех пор уже на протяжении 20 лет здесь проводят соревнования по лыжным гонкам специальной олимпиады Московской области, открывающей спортивный сезон. По итогам этих соревнований ребята, которые приезжают и всей Московской области, проводится жеребьевка и лучшие из призеров выезжают на российские соревнования. В этом году у нас шесть выездов. Мы «Спартанец», спортивная школа – одна из тех организаций, которые начинали развитие в Московской области этого движения и, собственно говоря, продолжаем этим заниматься. В соревнованиях может принять участие любой желающий вне зависимости от уровня подготовки. Порядка ста спортсменов из городских округов Щелково, Каширо, Егорьевск, Королев, Серпахов и других муниципалитетов преодолели короткие и длинные дистанции. Радует то, что с каждым годом ширится не только география участников этой Олимпиады, но и количество ребят, которые изъявляют желание принимать участие в лыжных гонках. Ребята выбрали здоровый, активный образ жизни. Это очень важно, тем более здесь и командные соревнования, в том числе не просто индивидуальный зачет, а именно команда добивается результата. Поэтому в этом плане, конечно, была проведена большая подготовительная работа ребят. Я проходила дистанцию 400 метров круг. Да, было сложно, волнительно, но я почувствовала, что я могу. Я сомневалась, я вообще не хотела приезжать. Но было сложно, но я рада, что я покаталась. В этих состязаниях не важны ни возраст, ни рекорды. Главное здесь социальная адаптация людей с ментальными нарушениями. Каждый из участников уже победитель. Евгения Корытько, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.